Здравствуйте, друзья! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. И сегодня у нас будет интересное онлайн-гадание на классической колоде Уэйта на такую тему. Какой человек видит вас сегодня? То есть, какой он видит вас? Что он у вас представляет? Что он у вас думает? У нас будет 6 позиций по одной карте. Пока я выкладываю карты, хочу вас предупредить о том, что это видео актуально на тот момент, когда вы его смотрите. То есть, даже если я записала его уже год-два назад и так далее, вы его смотрите, значит, оно актуально для вас именно сейчас. Почему так происходит? Потому что вы должны получить какую-то информацию в определенный момент времени. Если, допустим, так произошло, то, что вы в первый день написания видео не получили эту информацию, значит, высшие силы просто этого не хотят. Итак, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая позиции. Какой он видит вас сегодня? Сегодня это сегодня для вас. И начнем. Для тех, кто выбрал первую позицию, у нас вышла карта Суд. Суд – это хорошая карта. Она говорит о том, что человек видит вас, возможно, очень основательным человеком, который когда-то пережил жизненные невзгоды, передряги, и из которых выбрался. То есть, вы можете выживать в любых условиях. Это факт, как видит загаданный человек. Более того, он понимает, что вы прошли в жизни огонь, воду и медные трубы, и выбрались еще и красивой, хорошей, которая осталась добра к людям, да, и человеком, к которому еще и ходят люди советоваться. То есть, вы полностью реабилитированы в какой-то ситуации. Так бывает в жизни. Более того, человек подчеркивает, что вы встретились друг с другом не зря в этой жизни. То есть, это кармическая встреча, как он считает, встреча судьбоносная, встреча, которая нужна вам обоим для приобретения какого-то опыта, каких-то знаний. И действительно, он считает, что вы дали этому человеку в жизни очень много. Очень много нужного, важного, очень большой опыт. И когда он приобрел от вас этот опыт, он вот прям как батареечка, да, зарядился новыми эмоциями, новыми впечатлениями. Вы ему подарили вот целый мир, целую жизнь. Просто из-за того, что встретились с ним когда-то на жизненном пути. Естественно, у такого человека, скорее всего, есть к вам какие-то серьёзные чувства, серьёзные намерения. Это факт. Вот такая вот у нас первая позиция. Позиция номер два. Какой он видит вас сегодня? Вышла карта восьмёрка Пентаклей. Он вас видит работающий, работящий, специалистом в каком-то деле, в каком-то вопросе, человеком основательным, человеком, возможно, трудоголиком, либо человеком, который занят очень много работой, своим делом, своим творчеством, своими бизнес-идеями. Я считаю, что это очень хорошая карта. Она говорит о том, что у человека к вам серьёзное отношение. Он не видит в вас там ни простушку, ни человека, которого можно обмануть, а наоборот, да? Он отлично понимает, что вы только для серьёзных отношений созданы, вы созданы для брака. И если с вами поддерживать какие-то отношения, то они должны быть обязательно очень-очень серьёзными, нужными, чтобы не тратить ваше время, которое может уйти на продуктивность, на то, чтобы вы создавали что-то в своей жизни. Энергия созидания в вас бурлит для этого человека. Он считает, что вы полны решимости, полны эмоций, полны каких-то креативных идей. И можете даже дать эти креативные идеи и ему в жизни. И это его стимулирует на рост, на то, чтобы он продвигался, допустим, в жизни и по карьерной лестнице, и как-то у него рос жизненный статус. Он менял бы связи на более хорошие, серьёзные, на более нужные. Вот такая вот позиция номер два. Позиция номер три. Какой он видит вас сегодня? А вот здесь мы видим семёрку кубков. И семёрка кубков всегда показывает, что человек видит в вас что-то воздушное. Во-первых, мечтателя, который умеет вокруг себя создавать такие воздушные замки, которые не удавалось никому. То есть, возможно, вы пишите сказки, возможно, вы заняты каким-то творчеством, вы художник, писатель, поэт, или, может быть, вы поёте, занимаетесь музыкой. Также это человек, который действительно обладает огромным запасом каких-то идей и творческой энергии. Но мечтатель, он и есть мечтатель. Он может что-то выдумывать, что-то преобразовывать вокруг себя, в какие-то немыслимые формы облекать. И значит, человек считает, что вы часто фантазируете, часто много чего-то выдумываете и сделаете, может быть, когда-то из мухи слона. То есть, бываете несколько вспалмошны, эмоциональны, слишком эмоциональны для него. Часто бываете слишком энергичны даже для него, показываете рвение в каких-то вопросах, в которых, может быть, вообще никто бы не стал слишком упорствовать. Также вы, возможно, человек, который находится в состоянии выбора, как вам поступить и что делать. И человек старается вас понять, но понять сейчас в данный момент не может. Он считает вас красивой, лёгко-воздушной, тонкой, интересной, загадочной для себя. Это правда. Творческой и, может быть, даже своей в чём-то противоположностью. То есть, человеку всё время хотелось бы о вас что-то новое узнавать, распознавать, понимать вас. Потому что он как будто столкнулся с кем-то, кто его всё время удивляет. Вы делаете поступки, которые его удивляют. Это правда. Карта Семёрка Кубков всегда говорит о внешней красоте, но и о харизме. О том, что вы имеете какое-то такое сильное для мужчин сексуальное притяжение. Постоянно привлекаете противоположный пол. Вот такой у вас вокруг ореол таинственности. Вот такая харизма, что многие мужчины считают, что вы очень привлекательны. Хотя вы можете не соответствовать общим стандартам, но привлекательность внешняя и сексуальность у вас определённо есть. Вот такая позиция номер три. Позиция номер четыре. Какой он видит вас сегодня? Восьмёрка жезлов. Ну, в первую очередь, быстрый. Человеком, который торопится, у которого очень много огненной энергии. Вы целеустремлённый человек, как он считает. Добиваетесь своих целей, идёте вперёд, несмотря ни на что. Вы действительно рвёте мечте, торопитесь. Вы ревнивый человек. Вы человек, который является лидером по натуре. Вы можете поехать на край света ради любви и ради каких-то своих целей. И для вас ничто, это не чуждо. То есть, если вам нужно в жизни добиться целей, вы будете идти до конца, несмотря ни на какие проблемы. Он считает, что вы самостоятельный человек, который всего добивается в этой жизни сам, но и очень коммуникабельный. То есть, очень много связей, очень много, может быть, друзей, подруг, знакомых, каких-то людей, с которыми создаётся, может быть, одно общее дело. Вы можете увлечь за собой целую толпу. И неважно, вы идёте действительно праведным путём или нет. Главное, что вы способны это сделать. Чтобы все пошли именно за вами. То есть, если вы на улице создадите флешмоб, вы будете первым человеком, который как раз и ведёт весь танец. Карта говорит о яркости, о сексуальности, о том, что вы можете использовать яркие цвета в одежде, в косметике. Либо просто человек такой яркий, которого вот так на улице все замечают. Вы идёте и смотрят на вас. У вас большая аура, большая энергетика. Вы способны на большие свершения. Такая позиция номер четыре. Вот такой вас считает загаданный человек. Позиция номер пять. Какой он видит вас, какой он вас считает сегодня? Семёрка Пентакли. Усталый. Вы вложили много сил, много средств в какое-то дело, как он видит. И либо очень много работали, занимались чем-то и очень устали. Вот он считает, что вы очень устали. Вы буквально истощены, и вам нужен отдых на самом деле. Но вы никак, видимо, не соглашаетесь на то, чтобы на самом-то деле отдохнуть, чтобы набраться жизненных сил. Скорее всего, из последних сил вы работаете, стараетесь, делаете что-то. А уже давно пора взять и отдохнуть, и успокоиться. Человек понимает, что вы, возможно, истощены или больны. И из последних сил ходите, допустим, на работу, не берёте больничный. Такое тоже может быть. Так же Семёрка Пентакли и говорит о увядающей красоте. То есть он подчёркивает, что вы были красивой, замечательной, нежной, доброй, может быть. Но какие-то ваши качества начали потихоньку уходить из вас. То есть красота начала как-то немножечко меркнуть. И вам нужно реабилитироваться. Чем скорее, тем лучше. Он так думает о вас, что если вы не отдохнёте, то вы можете заболеть. Это очень плохо. Также карта Семёрка Пентакли показывает, что вы столкнулись, как он считает, с многими жизненными невзгодами, но стоите до конца. То есть у вас может быть, не знаю, семеро по лавкам, большая семья, какие-то трудности, тяжёлая работа. Но вы всё равно идёте вперёд. Тащите на себе тяжёлый груз. За всех отвечаете. Всё делайте за всех. Распределите обязанности. Распределите. Это не только совет от загаданного человека, это и от высших сил совет для вас. Не зря вы вытянули эту карту. Может быть, вам стоит действительно вложить в себя больше энергии, а распределить обязанности окружающим, ответственность на окружающих. Умейте распределять, умейте отдыхать, умейте в себя вкладывать деньги, силы, средства, да, чтобы себя приукрашать. Купите себе новое платье, сходите к косметологу, купите себе что-то интересное, что вас воодушевляет. Вот такая позиция номер пять. И шестая позиция. Какой видит вас сегодня загаданный человек? Двойка кубков. Влюблённый он вас видит однозначно. Человек считает, что вы в кого-то влюблены, скорее всего, в него самого. Более того, вы влюблены в жизнь, вы дарите вокруг всем положительную энергию, умеете объединяться, умеете выходить из любых конфликтных ситуаций, наводить мосты между людьми, мирить людей. Может быть, выступаете даже психологом для многих. Подчеркивается внешность, красота, сексуальность, интересность такая, изюминка в вашей внешности. То есть человеку нравится что-то ещё определённое. И в вашем характере неконфликтность, спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, в себе и вера в добро людей. То есть в вас это есть. Вы верите, что люди на самом деле добрые, и они могут даже, те, которые злые, исправляться. Это правда. Карта говорит о том, что вы сейчас силой любви вокруг всех исцеляете. И этот человек, он это замечает, что так как вы несёте в себе энергию любви, то люди вокруг заражаются от вас этой энергией. Ну и слава Богу, на полном позитиве он вас только хорошего мнения сегодня. Это самое главное. Вот такие у нас были шесть позиций. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению и на ритуалы. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео. И до новых встреч!